Добрый день. День сегодня оказался довольно негативным для высокодоходных активов. Мы отмечаем укрепление американского доллара в первую очередь против единой европейской валюты. В основном это конечно происходит а именно ослабление евро против американского доллара по причине той нестабильности которая как бы неожиданно возникла в ЕС. Хотя ранее уже отмечались проблемы долговые проблемы так называемых периферийных европейских стран. Но к этим долговым проблемам сегодня прибавились еще результаты выборов в Финляндии. Так называемая партия истинных финнов которая победила на этих выборах в коалиции с другой партией скептически настроена по отношению к единой европейской валюты. В общем проблемы с Ирландией, проблемы с Грецией, с Португалией, а также скепсис некоторых стран по отношению к евро сегодня негативно влияет на евро. Напомню, что утром также агентство ФИЧ опубликовало свое отношение скажем так к Ирландии. Дело в том, что ФИЧ считает, что Ирландия столкнется с большими финансовыми проблемами. Дело в том, что уже долг на настоящий момент Ирландии, ну точнее говоря предполагается, что вот в следующем году долг Ирландии вырастет на 116 процентов от ВВП. Иначе говоря, практически весь валовый внутренний продукт нужно будет тратить на возмещение этого внешнего долга. Ну и даже еще больше, чем сам объем ВВП. В общем мы видим, что ситуация довольно сложная и на этом фоне единой европейской валюты корректируется сегодня от своих максимальных значений. К настоящему моменту она пробила вниз важный уровень поддержки 1.43 и пока находится ниже этого уровня. Но непосредственно о единой европейской валюте и о ее перспективах мы поговорим немножко позже. Ну а давайте теперь мы посмотрим на ту ситуацию, которая к настоящему моменту складывается на европейских торговых площадках. Итак, индекс Dow Jones Stocks 50 падает на 1,59%. Что касается свода индекса европейских акций Dow Jones Stocks 600, то он снижается на 0,87%. Также в красном негативном ключе торгуются и основные европейские фондовые индексы. Фудси 100 снижается на 1,01%. Германский DAX 30 на 1,11%. Французский CAC 40 на 1,49%. Из лидеров падения мы отмечаем в первую очередь банковский сектор. Бумаги банка Commerzbank, это немецкий банк, снижается на 4,33%. Что касается итальянского банка Unicredit, то он падает на 2,35%. Ну конечно же бумаги этого банка. Итак, рынок сырья. Нефтяные фьючерсы сегодня корректируются вниз на ожиданиях того, что предложение превышает спрос, то что цены достаточно высокие и мировая экономика не способна потреблять нефть, покупать нефть по таким ценам. Ну и конечно же цены пока не продолжают падать, потому что все-таки сложная ситуация в Ливии в целом на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены на нефть. Нефть марки Brent к настоящему моменту снижается на 0,42%, находится на уровне 122 долларов и 94 центов за 1 баррель. Американская WTI снижается на 0,82%, находится на уровне 108 долларов и 77 центов за 1 баррель. Ну давайте обратим внимание теперь на товарный рынок. На товарном рынке ситуация у нас ухудшилась. Контракт на медь сегодня с утра подрастал, а сейчас он снижается на 0,37%. Также корректируется вниз и золото. Снижение составляет 0,37%. А серебро заметно приуменьшило свой рост. Если оно сегодня росло более чем на 1%, то сейчас рост составляет всего лишь 0,47%. Итак, валютный рынок Форекс. К настоящему моменту индекс доллара растет на 0,29% и находится выше уровня в 75 пунктов. Что касается единой европейской валюты, то мы считаем, что в принципе в кратнослужащей перспективе пара может получить некоторую поддержку, так как все-таки разница процентных ставок в еврозоне, она еще не отыграна полностью, а точнее говоря, ожидание дальнейшего роста процентных ставок. Это, собственно, и поддерживает единую европейскую валюту, в первую очередь, конечно же, против американского доллара. На наш взгляд, до важного и судьбоносного решения ФРС о прекращении программы количественного смягчения в июне месяце этого года, скорее всего, мы не увидим какие-либо сильные движения, связанные с укреплением американского доллара. Скорее всего, мы увидим некоторую консолидацию с небольшим ослаблением доллара. Некоторое такое движение, не сильное, не резкое, но в сторону ослабления доллара. Итак, что можно ожидать от открытия американской торговой сессии? Ну, фьючерсы на основные американские фондовые индексы к настоящему моменту демонстрируют отрицательную динамику. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,61%. Штаты откроются в минусе. Но основной причиной таких негативных настроений является не очень успешная отчетность компании Alcoa и Google, которые публиковали свои отчеты на прошлой неделе. Но инвесторы все-таки надеются, что на этой неделе сезон отчетности американской компании продолжится в более положительном ключе. На этом у нас все. Более подробную информацию о ситуации на финансовых рынках, а также о наших обучающих программах и новой услуге консультации аналитика вы сможете найти на нашем сайте www.grandcapital.net. А с вами был я, Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик компании Grand Capital. До свидания и удачи вам! Продолжение следует...